Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников Меркурий, усыпляющий Аргуса Филиппе Сохо. 1854 год, гипс 131 на 99. Филиппе Сохо создал скульптурную группу на популярной в европейском искусстве сюжет античного мифа, рассказанной в поэтических произведениях о видеометаморфозе. Великий Аргус был представлен стражем к возлюбленной Юпитера Ио, превращенной в корову, и преследуемой ревнивой супругой олимпийского бога Юноной. Лучшего сторожа невозможно было и найти, и Аргус не только отличался необыкновенной силой, но к тому же имел множество глаз, за что получил прозвище Всевидящий. И, соблюдая черед, лишь по два они отдыхали, а остальные служа стоять продолжали на страже. Чтобы освободить Ио, посланный Юпитером Меркурий, должен был пойти на хитрость. Он усупил великана рассказом о том, как появилась свирель в виде скрепленный дудок и игрой на этом инструменте, а затем убил его мечом. Как правило, Аргус изображался физически сильным бородатым мужчиной, а характерная деталь – многочисленные глаза – опускались. Он погружен в сон. Меркурий, узнать которого легко по крыльях на головном уборе, отнимает от губ свирель, пряча смертоносный меч за спиной. Показанная картина в 1855 году на 7-й выставке Академии получила вторую премию на конкурсе «Скульптурный групп». Ну, вот такое описание я нашел в интернете к работе Филиппе Сохо «Меркурий, усыпляющий Аргус». Пока-пока, до свидания. Данные из интернета. Я пользовался текстом книги «Великие музеи мира». До свидания.